Дональд Кортер, Раштудей. Владимир Владимирович, Жосеп Боррел заявил, что Африка поддерживает Россию, потому что, цитирую, можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может даже не знают, кто такой Путин. Какая реакция ваша на это? Кто это сказал? Жосеп Боррел. Боррель большой, крупный деятель, значит, современности, политический деятель современности, так обрежнее когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в своё время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые, очень добрые, дружеские отношения с африканскими странами. И они продолжаются. Если бы те люди, о которых вы говорили, знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, тогда не препятствовали поставке бы на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти. До сих пор мы ещё даже не смогли вывести из некоторых морских портов европейских стран наше удобрение, которое готово, я уже об этом много раз говорил, передать африканским странам бесплатно. Частично этот процесс пошёл под давлением генерального секретаря ООН, но до сих пор проблема так и не решена. Вот пусть некоторые политические деятели в Евросоюзе перестанут болтать языком о любви к африканским народам, а займутся оказанием прямой поддержки этих стран, в том числе не скупают на деньги, которые они печатают, продовольствия на мировых рынках, не поднимают цены, не раздувают инфляцию и не ставят народы Африки в безвыходное положение, и не мешают хотя бы России осуществлять такую продуктивную, напряжённую и нужную для африканских стран работу, направленную на поддержку людей, которые в этой поддержке нуждаются. Продолжение следует...